Ребята, привет еще раз! Вы смотрите четвертый выпуск ретросима. В этой серии речь пойдет о игре F-29 Retolator. Этот симулятор компании, которая в 90-е наравне с электроникацией Microprose создавала лучшие авиационные игры про реактивные истребители. Ее название Digital Image Design, а главный человек, продвигающий создание авиационных игр в ней, Мартин Кенрайт. Наравне с Энди Холлинсом и Олегом Эддоксом, его имя должно быть известно Верпилом так, как Джон Кармак известен фанатам Дума и Квейка. Его перу принадлежат такие хиты конца прошлого века, как TF-X и серия F-22, состоящая из Air Dominance Fighter и Total Air War, а также Еврофайтер 2000, первый авиасимулятор за всю историю, использующий модную ныне VR-технологию, дорогущий в то время шлем VFX-1. Из современных игр можно отметить серию MotorStorm для PS3. Но начал он с всемирно известного на то время Реталятора, созданного на закате Холодной войны. Кстати, кто не знает, Реталятор переводится как Репрессор или Каратель. Эта игра посвящена самолету, который в жизни был в летающей лаборатории для тестов новых аэрокосмических материалов и аэродинамики летательных аппаратов с крылом обратной стреловидности и никогда не задумывался как боевой. Построенный в двух экземплярах X-29 фирмы Grumman совершил первый полет в 1984 году и для удешевления был неким гибридом, созданным по принципу «Я тебя слепила из того, что было». А именно, передняя часть фюзеляжа взята от F-5, двигатели от F-18, шасси от F-16. Тем не менее, оба самолета обошлись управлению перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в 87 миллиона долларов. Для сравнения, единица самого дорогого истребителя F-14 в то время стоила около 35 миллионов. Самолет X-29 не имел радара и какого-либо вооружения, но это не остановило создателей игры сделать на его базе одну из эпохальных компьютерных игр за всю историю индустрии. Буква F в названии F-29 говорит нам не о том, что мы управляем очередным фантомом, как думают многие, а файтером, то есть истребителем, сделанным на базе экспериментального, отсюда взялась буква X в названии X-29. Пожалуйста, кто и был не в курсе, название фантом оставьте истребителю F-4, а все остальные называйте именами собственными, благо у американских боевых самолетов они есть. Но что-то я отвлекся, вернемся к игре. А она была полностью трехмерной, имела очень красивую по тем временам картинку и, что немаловажно, передавала то самое чувство молниеносности полета на реактивном истребителе, благодаря недоработке движка, о котором я скажу позже. По сравнению с первым хардкорным Falcon'ом, управления и авионика были облегчены. Радар с обзором в 360 градусов, прицеливание и стрельба двумя кнопками, но самолет все же имел такие вещи, как сваливание и потеря скорости при резком маневрировании. А еще возможность сломать самолет, если во время разгона по бетонке не отпустить тормоз шасси. А выпуск закрылок на большой скорости чреват их поломкой. Из-за красивой картинки пришлось пожертвовать сгружаемыми территориями. В F-29 в качестве земной поверхности используется небольшой клочок земли, на котором происходят боевые действия. Время полета от одного конца карты до другого занимает от силы пару минут, но выбор этих локаций достаточно разнообразен. Вступительная заставка сопровождается качественной музыкой, которая была отличительной фишкой игр Мартина Кенрейта и издателя Ocean. И показывает, что вы якобы новый пилот, прибывший на секретный командный центр где-то в горах штата Вайоминг. Главное меню игры выполнено как продолжение заставки. Вы якобы сидите за служебным компьютером и с помощью специального военного приложения занимаетесь планированием операций. Выбирайте себе вооружение, местоположение базы и конкретное задание, которых здесь более 50. Например, на начале карьеры вы можете совершать тренировочные полеты по долине монументов в Аризоне, а также в близких к любому американцу регионах, как Тихоокеанский театр боевых действий, где мы будем воевать на этот раз не против японского, а против русского флота, война на Ближнем Востоке одновременно против двух стран, ну и на десерт самое главное, третья мировая в Европе. Во время прохождения миссий вы будете заниматься в одиночку, без напарников, стандартными на то время для боевых авиасимуляторов вещами, вести воздушный бой с МиГ-29 и уничтожать наземные и надводные объекты, ну или то и другое одновременно. Концовка представляет собой три разных миссии, из которых выделяется перехват бальтической ракеты с ядерной боеголовкой. Когда вам надоест летать на F-29, можете пересесть на F-22, сделанный внезапно, по треугольной схеме утка. Объяснение здесь простое. Игра вышла до того, как Локит Мартин презентовал свой первый прототип раптора YF-22 общественности. Поэтому разработчики создали этот самолет, опираясь только на собственное воображение до малочисленной учечки информации о новейшем американском истребителе пятого поколения. Отдельно останавливаться на F-22 в реталляторе я не хочу, так как существует множество других игр, посвященных этому самолету. Самое главное в F-29 это даже не реактивные самолеты, благо до него уже был и F-15 Strike Eagle 2, и F-19, а совместная игра по модему. Вы все еще помните их писк и шипение, похожие на загрузку игры с кассетой в каком-нибудь ZX Spectrum? Я просканировал интернет, но помимо реталлятора нашел только Falcon AT, тоже симулятор, поддерживающий совместную группу модемов в те времена. Если кто не помнит, мультиплеер в 3D-шутерах порешел только с Doom в 93-м году. Wolfenstein 3D об этом мог только мечтать, поэтому мультиплеер с видом из глаз был доступен тогда только виртуальным пилотам. Если здесь я ошибаюсь, и модемный мультиплеер был доступен где-то еще в 89-м году, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Еще про реталлятор можно сказать то, что он, как и его основные конкуренты, был портирован на другие домашние компьютеры Amigo и Atari XT. Кстати, из-за того, что скорость работы игры напрямую привязана к скорости быстродействия процессора, и он идет очень быстро, это тот самый глюк, о котором я сказал ранее. Поэтому ванильный оригинальный геймплей сегодня можно наблюдать или на эмуляторах Atari с Amigo, или если в DOSBOX урезать скорость работы до уровня 286-го процессора. А как это сделать, я вам расскажу прямо сейчас. Давайте первым делом настроим DOSBOX по 286-й компьютеру. Я покажу, как это делается. Запускаем DOSBOX. И первым делом нужно скачать программку, которая называется System Information от Norton. Я рекомендую пользоваться либо пятой, либо шестой версией. Давайте пятую используем. Запускаем программку. Выбираем бенчмакер наверху мышкой. И цепь пол-спит. Это некий тест процессора. Как мы видим, 2000 циклов на моем компьютере равняется 286-му процессору на 20 МГц. То есть, если мы цикл увеличиваем, нажимаем Ctrl F12, то, соответственно, процессор работает быстрее. Если Ctrl F11 нажимаем, процессор работает медленнее. Поэтому нужно выставить таким образом, чтобы по сравнению с этим параметром 286 на 8 МГц, 4.4, нам нужно 286 на 20 МГц сделать. То есть, это примерно в 3 раза больше. 2.5 F3. Ну, где-то в районе 11-12 ставим. Я эмпирическим путем замерил, что на моем 47-90К 20 МГц это примерно 2000 циклов. Соответственно, мы можем сделать вот так. Вот выйти вообще из Досбокса, зайти в опции Досбокса и вот в этом параметре поставить 2000. То есть, по умолчанию он ставит либо авто, либо макс. Да, я ставлю 2000. Вот. Соответственно, тогда реталлятор будет у нас и работать не очень быстро, и, в принципе, не очень сильно тормозить. То есть, будет работать примерно так, как задумывали разработчики игры. Вот. Все. Сохраняем. Запускаем. Досбокс заново и запускаем нашу игру. Давайте послушаем неплохую музыку вступительную. Ребята, это 89-й год. Во многих компьютерах еще не было звуковых карт. Работали на PC спикеры. Но музыка есть. Пробел. 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 Не буду вас задерживать. Вот такая вот наша менюшка встречает, которая является некой защитой от копирования, популярной тех лет. То есть, игра нам дает подсказку, и мы должны посмотреть в бумажный мануал к игре и вбить данные для захода в игру. Если мы вобьем неправильные данные, нас выкинет. Соответственно, у меня мануал скачанный уже, в электронном виде есть. Вот. Европа. War Update 1. Миссия 6. Смотрим. Европа. Включим здесь в мануале. Европа. Миссия 1. War Update 1. И миссия 6. Вот. Находим ее здесь. Сектор 8D. То есть, данные вводим. 8D. Enter. С помощью клавиш F1, F2, F3, F4, F5 выбираем уровень сложности. Я выберу максимальный. Уровень сложности отвечает за то, будет ли у нас идти расход боеприпасов, сколько будет противников, сложности этих противников, ну и тому подобные вещи. Вот. Name сюда тоже можно ввести. Я уже вводил. Давайте введем. Ну все, в принципе, мы с вами в главном меню находимся. Первое. Это возврат в предыдущее меню на выбор пилота. Второе. Выберем сценарий. Давайте выберем Тихоокеанский сценарий. Второе. Третье. Выберем самолет. Нажимаем F29. Кнопку 2. Четвертое. Выберем вооружение. Ну и я смотрю, здесь вооружение уже стоит. Абрамы и сайдвиндеры. В принципе, кнопками 1, 2, 3, 4, 5, 6 мы можем менять вооружение, которое отображается. Менять вооружение, которое отображается у нас вот здесь. Интер нажмем. Шестое. Это аркада. То есть режим, когда бесконечное количество оружия и бесконечное количество противников такими волнами на нас налетают. Седьмое. Это одиночная миссия. Восьмое. Игра по модему. Давайте седьмерочку нажмем. Вот. И здесь краткий брифинг происходит, что вражеский флот заблокировал острова дружественные. Вот. И нам нужно до поддержки основных сил, до прихода, удержать вражескую активность. Ну и будем сейчас этим заниматься. Интер нажмем. Вот. Выберем миссию. Миссия 1 скрэмбл. То есть взлет по тревоге. И шестерку нажимаем. Взлет. Я нажимаю Alt-Inter, разворачив полный экран. Нажимаем плюс. Увеличиваем тягу. Нажимаем B. Убираем тормоз. Тягу даем на максимум. На радаре мы уже видим две цели. Тревога. Стрелку нажимаем на себя. Поднимаем нос самолета. J. Убираем шасси. Вот. R. Меняем масштаб радара. Inter. Переключаем оружие. И пробелом стреляем. Давайте собьем этого противника. Так, у нас, по-моему, на ножницы пытается развести. В разные стороны начинает вилять, как будто на ножницах. Так, амрам пошел. Промазали амрамом. Сайдвиндер зато попал. Одна цель сбита. Давайте вторую сделаем из пушки. Приключаю на пушку. Радар увеличиваю немножко. Так, давайте из пушки его собьем. Все, цель убита. Или нет еще? Прям еще жив, интересно. Да, цель сбита. Ну, все. Подскачек пишет. Well done, Commander. И return to base. То есть можем возвращаться на базу. Поэтому сейчас я сброшу тормоз. Немножко скорость для посадки. Нажму B. Главное не перетормозить, потому что если самолет здесь валится, вытащить его будет практически нереально. Скорость ниже 300 узлов. Выпускаем закрылки из шасси. Тормозом работаю я. Периодически нажимаю тормоз, разворачиваю самолет на аэродром. Все на посадочном. Сейчас аккуратненько надо, чтобы не свалить самолет. Потому что в этой игре, если самолет сваливается, вытащить его очень тяжело. Здесь идет потеря где-то 10 футов, наверное, сразу. Вот. Поэтому очень плавненько, очень аккуратно, не спеша. Сажаем самолет. Все. Сели. Миссия выполнена. Well done. Escape на возврат. Миссия выполнена. Вот. Ребята, поэтому на этом, наверное, все. Надеюсь, игра вам понравилась, такая ретроспектива. Вот. В конце этого ролика я запущу свой документный файл с всеми подсказками по поводу ввода кодов для входа в игру. Да, для того, чтобы кто захочет сыграть, чтобы если не найдет документ в интернете, мануал, он у него будет видеоролик в этом. Вот. я с вами прощаюсь. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. Всем удачи. И пока. Еще плетаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok